Всем большой привет! Сегодня мы вместе с вами попробуем круассаны 7 days. Это классические, известные всем круассаны. Продаются в каждой пятерке России. Я думаю, что вы тоже их когда-нибудь уже пробовали. Я пробовала, когда я помню, первый раз их попробовала, рассказывала. Сидела я как-то на работе и совершенно не хотелось работать. И подумала, пойду кормить чайку. Прихожу пить чай. А там у меня была подружка. Я расходила только что в пятерку и принесла из пятерки мини-круассаны. Правда, все мини-круассаны были с... Одни были с ванилью, а вторые были с шоколадом. Вот я съела 5 штук с шоколадом, так объелась и потом пошла на обед. Потому что это длинная история, но я за время этой истории уже вскрыла эти круассаны. Интересно, когда вы попробовали первый раз круассаны, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Я вот сидя на работе и попиваю чаи. Интересно, когда же это произошло в вашей жизни. Я уверена, что мало людей есть, те, которые не пробовали круассаны, но все-таки я для вас расскажу. Что же это такое? Это такие круассаны, которые пекут во Франции на завтрак. В любом отеле есть вот такие круассаны на завтрак. Правда, они раз в 6 больше и без всяких начинок. В общем, это такое слоеное тесто, мягкие, видите, такие пумпочки, пумпочки, и внутри какая-то начинка. Когда вскрываешь эти круассаны, пахнут они жареной сгущенкой и блинами, и пахнут морковью. Странное сочетание запахов, но пахнет очень даже вкусно. Ну и, конечно, ванилью, потому что эти круассаны с кремом ваниль. Вот, смотрите, маленький круассанчик один. Он представляет из себя вот такой вот, видите, нажимаешь, он распрямляется сразу обратно. В общем, хорошо накачанная, такая круассанинка нам. Попробуем ее. И внутри, ровно посередине, кусок крема. У меня крем ваниль. Ваниль такая ядрёно-химическая. Ну, вы знаете, я как-то к ним привыкла, поэтому мне даже кажется вкусно. Ну, вообще, если так вот свежим взглядом взглянуть, очень химическая ваниль. Она прям, какая-то даже дырковатая немножко. Ну, сам по себе круассан мягкий, такой пышный, вкусный. Борис, представь, что здесь в составе. Здесь очень-очень длинный состав. Я бы вам не советовала его читать, потому что здесь, ну, просто много всего всего написано. Явно, что он не супер натуральный, когда там мука, соль, хлеб, вода, ой, соль, вода, сахар и все. Нет, здесь не так. Но, вообще, эти круассаны достаточно вкусные. Мне кажется, если вы их не пробовали, попробуйте. Потому что это очень лёгкая такая закуска к чаю, если надо кого-нибудь угостить. Насыпали кучу круассанов, все там по одной штучке съели и вроде бы довольны. Вот такие круассаны. Минус в них, самый основной минус в том, что если вы оставите открытую пачку, то уже где-то через день эти круассаны превратятся в твёрдые камушки, и их совершенно будет невкусно есть. Я проверяла, мы на той же работе однажды оставили их открытыми, думаем, ну, завтра ещё попьём чайку. Ну, конечно, завтра они будут же такие невкусные. Короче, они моментально сохнут, их надо съедать, желательно, за один день. И это первый минус. А второй, ну, точнее, не то, что минус, это их особенность. А второй минус заключается в креме. Крем, на самом деле, ну, не совсем такой прикольный. Химический. Химический, да, крем очень химический. Вот, если вы будете брать шоколадный, то шоколад ещё более-менее ничего. Он тоже соевый, но ничего. Правда, не чувствуется, что он химический из-за шоколадного вкуса. Да, из-за шоколадного вкуса этого не чувствуется. Ваниль чувствуется, но если пить чай, то будет нормально. Ну, такой же химический. Да. Ну что, друзья, спасибо большое за внимание. До скорых встреч, я пойду пить чай. Всем пока, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok